В преддверии начала отопительного сезона в правительстве республики обсуждали горячий вопрос. Однако связан он не с температурой теплоносителя, а с задолженностью перед поставщиками ресурсов. Газовики возмущены. Долг за голубое топливо на 22 сентября составил 328 миллионов рублей. И это почти на 140 миллионов больше, чем год назад. Некоторые муниципалитеты отчитывают сочетление о стопроцентной готовности к началу отопительного сезона. Между тем, ситуация там крайне сложная. Мы по теплоэнергию, ну, порчуна. Текущие платежи с января по августу ни копейки не поступало. Алатовский по КТС 34%. ЖКК «Канаж» 49%. Теплоснавка 64%. График покошения задолженности по республике был утвержден. Более того, газовики не применяли санкции к организациям-должникам, то есть всячески шли навстречу. В большинстве муниципалитетов ситуацией воспользовались. Однако в отдельных районах по-прежнему ссылаются на отсутствие средств в бюджетах. А вас никто не заставляет бюджета давать. Надо работать со своим населением. Почему я еще раз привожу. Красноармейский район не имеется. Ситуация не всегда была. Моргал уже возьмем. Вот в прошлом году была, до начала артопительства сложная была ситуация. В принципе, пошли в график, оплатили. Сейчас вышли на, даже не так понимаю, балансы. Почему? У меня вопрос, почему? Премьер-министр Чувашии поручил руководителям муниципалитетов утвердить графики погашения задолженности, строго их соблюдать и мобилизовать все усилия по подготовке к отопительному сезону. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Иван Маторин также обсудил с представителями министерств и реализацию майских указов президента России. На повестке дня дошкольные образовательные учреждения. Очереди в детские сады Янтиковского, Козловского и Алатарского районов практически отсутствуют. Налаживается ситуация в Маргаушах и Урмарах. Однако в части районов проблема все еще остается. За 11-13 год проделана значительная работа по обеспечению местами в дошкольных образовательных учреждениях. Очередность, она растет из месяца в месяц. И вот на 15 сентября уже в республике такая очередность существует, детей старше 3 лет. И прежде всего это в наибольшую очередь город Чебоксара, Чебоксарский район, Вурнарский район, город Канаш, Комсомольский и для других районов, где у нас или строятся объекты, или мы сегодня предпринимаем меры в 2014 году и задачи на 2015 год, с тем, чтобы обеспечить местами детей не только старше 3 лет, а старше 2 лет. В рамках совещания затронули вопрос увеличения заработной платы воспитателей в детских садах. Было бы справедливо рассчитывать ее от количества детей в группе, а не от прочих факторов, отметил министр образования республики. В целом указы президента страны в Чувашии выполняются, резюмировал Иван Маторин. В этом году построено 14 новых детских садов. Еще 12 планируется достроить следующим.